Иннокентий Фёдорович Анинский родился 1 сентября 1855 года в Сибирском Омске. Мать Наталья Петровна занималась домом и воспитанием шестерых детей. Отец будущего литератора Фёдор Николаевич был государственным чиновником. Он служил западно-сибирского генерал-губернаторства. В 1860 году семья переехала в Петербург в связи с назначением отца на более высокий пост в Министерстве внутренних дел. У Иннокентия Анинского ещё в детстве обнаружились большие проблемы с сердцем. Поэтому отец определил его на первое время в частную школу, но затем с 1865 по 1868 год во вторую Петербургскую гимназию. Особых успехов Иннокентий добился в русском языке, географии, в дисциплинах, которые ему нравились больше других. Перед поступлением в университет Анинский обучался в частной гимназии математика Виктора Ивановича Беренца. В то время он находился под влиянием старшего брата Николая, человека во всех смыслах интеллигентного, образованного. Брат помог Иннокентию сдать экстерном выпускные экзамены и поступить на словесное отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. В университете любимым предметом Иннокентия Федоровича стала античная литература. Она за годы учебы овладела им 14 языками, включая латинский, санскрипт, древнееврейский. Анинский был одним из самых успешных студентов и по окончании университета в 1879 году получил степень кандидата и историко-филологического факультета. Его дипломная работа была выполнена блестяще. Анинского ожидало педагогическое поприще. Он преподавал древние языки, русскую словесность в одном из лучших и прогрессивных учебных заведений Петербурга в частной гимназии Бычкова. Читал теорию словесности на высших женских бестужевских курсах 1890 года. Последние годы жизни был лектором на историко-литературных курсах Николая Раевского. В 1891 году по приглашению Павла Галаганова Анинский возглавил закрытое учебное заведение в Киеве. В 1893 году он вернулся в Петербург в связи с назначением директором 8-й гимназии. В 1896 году Иннокентий Анинский стал директором Императорской Царско-Сельской Николаевской гимназии и прослужил в этой должности 10 лет, совмещая ее с обязанностями окружного инспектора. К своим лекциям Анинский готовился с особой тщательностью, много раз переписывая уже написанное, заботясь не столько о содержании, сколько о красоте мысли. Точно так же он относился и к подаче материала, о чем свидетельствует известный антиковед Фадей Францевич Зеленский. Слушательницам памятны были те моменты, когда красноречивый только что лектор внезапно умолкал, наступала пауза, иногда довольно длинная. Это значило, что лектор набрел на мысль, которой он особо дорожил. Ее он не хотел выразить первыми встречными словами. Он обдумывал обороты, подбирал термины, старался найти требуемую формулировку. Он при этом не торопился, не обнаруживал той растерянности, которая бывает свойственно неопытным лекторам, потерявшим нить своих рассуждений. Уверенный в себе, он спокойно искал и продолжал свою речь лишь после того, как искомое было найдено. Творчество Отечественный литеровед Михаил Павлович Гаспаров в статье об Анинском перечислил четыре основные ипостаси творчества Анинского. Четыре его дарования. Лирик, снискавший посмертную славу. Переводчик, вызывающий почтение. Критик, заслуживающий похвалу. Драматург, основательно забытый. Еще в Киеве Анинский взял за рок перевести на русский язык все трагедии любимого им Еврипида. И в свободные часы стал этим заниматься. Затем в Петербурге он годами работал над переводами и комментариями к ним. И в итоге осуществил свою идею. Перевел на русский язык все семнадцать дошедших до нас трагедий древнегреческого трагика и сатирическую драму Киклон. В 1906 году Товарищество Просвещение выпустило целый том трагедии Еврипида, переведенных Иннокентием Анинским. Русский читатель двадцать первого века воспринимает фигуру Еврипида неотделимо от фигуры Анинского. В той же мере и Анинский воспринимается и раскрывается через тень Еврипида. Даже литературный псевдоним поэта и писателя Никтео заимствован им у Одиссея, героя Киклона. Благодаря Анинскому у нас есть возможность читать на русском языке произведения гейны Горация, Бодлера, Верлена и еще очень многих литературных гениев. В 1904 году был издан первый и единственный прижизненный сборник стихотворений Анинского «Тихие песни». Его разнообразная публицистика появилась в символическом журнале «Перевал». Лишь в 6-м году в 1900 статьи о русских зарубежных писателях XIX века Достоевском, Лермонтове, Чехове, Тургеневе, Шекспире вошли в издание «Книга отражений». Он много писал в стол и не участвовал в литературных дискуссиях. В 6-м году Анинский стал членом общества «Ревнители художественного слова». Иннокентий Федорович проявил талант драматурга, создав трагедии по мотивам древнегреческих мифов. В журнал «Аполлон» в марте того же года в «Царское село» к Анинскому приехали художественный критик Маковский и поэт Волошин. Они пригласили поэта к сотрудничеству в новом литературно-художественном журнале «Аполлон», что сулило ему литературное будущее, о котором он втайне мечтал. Летом 1909 года Анинский написал большую статью о современном лиризме – критический обзор русской поэзии последних лет. В первом номере «Аполлона» вместе с этим обзором появились и его оригинальные стихи. Анинский сделал огромный вклад в мир хитросплетенных строк. Его стихотворение «Колокольчики» можно назвать футуристическим. Второй поэтический сборник Иннокентия Федоровича «Кипарисовый ларец», вышедший в 1910-м, спустя 4 месяца после его смерти, принес поэту заслуженное признание и известность. Туда вышли стихотворения «Среди миров», «Арианда», «Серебряный полдень», «Ледяная тюрьма», «Октябрьский миф» и другие произведения, которые вы можете прослушать на этом канале. Стихотворение «Среди миров», главным символом которого является таинственная звезда, проникнуто верой в нерушимые ценности, которые не подвластны времени. «Среди миров в мерцании светил, одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одно и ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». При всей скромности творческого наследия Анинский был и остается одним из блестящих стилистов символизма. О личной жизни поэта информации мало. Из-за его замкнутости, неконтактности. Еще студентом третьего курса Анинский страстно влюбился в Надежду Валентиновну Хмара-Борщевскую. Несмотря на ответное чувство, осторожная 36-летняя вдова, мать двоих сыновей, не спешила становиться женой студента, который был на 14 лет моложе ее. Они поженились лишь после того, как Анинский закончил университет. У супругов родился сын Валентин. Должностными заботами Анинский был обложен со всех сторон и тщетно просил отставки, по иронии судьбы, получив ее в день смерти. Осенью 1908 года Анинского попросили прочесть курс лекций по греческой драме на женских высших историко-литературных курсах, учрежденных Николаем Павловичем Раевым. Ему приходилось почти ежедневно ездить из царского села в Петербург и обратно. Утомительные поездки и большая по его представлениям ответственность, видимо, окончательно подточили здоровье человека с больным сердцем. Вот так выглядел последний день жизни Анинского, описанный его сыном. А между тем день предстоял отцу очень трудный, разнообразный. Утром лекция на высших женских курсах Раева, затем приемы занятия в округе, после заседания учетного комитета вечером заседания в обществе классической филологии, где он должен был читать реферат о таврической жрице. И, наконец, в этот вечер он обещал своим слушательницам на женских курсах хоть и на минутку, но все же заехать на их вечеринку. В промежутке он должен был обедать у одной дамы, близкого друга нашей семьи, жившей неподалеку от вокзала. Уж там у отца он почувствовал себя нехорошо и настолько нехорошо, что даже просил разрешения прилечь. От доктора, однако же, отец категорически отказался. Принял каких-то домашних капель и, полежав немного, уехал, сказав, что чувствует себя благополучно. 13 декабря 1909 года неожиданно для всех Иннокентий Федорович Анинский умер от инфаркта в возрасте 54 лет прямо на ступенях Царско-Сельского вокзала. Продолжение следует...